добрый вечер уважаемые участники нашего сегодняшнего мастер-класса рада вас приветствовать на мастер-классе и сегодня наши спикеры ирлан мустафин сертифицированный тренер магистр психологии у которого есть опыт в тренингах уже более 20 лет и в бизнесе у него опыт уже более 15 лет и кайсар макан сертифицированный бизнес-тренер профессиональный коуч фасилитаторы консультант по развитию бизнеса у него опыт уже более 15 лет на руководящих должностях в крупных компаниях эти два великолепных спикера сегодня расскажу как же стать бизнес-тренером прошу передаю слово кайсар макан мы сегодня вместе будем вести мастер-класс кайсар да друзья добрый вечер всем я рад что вы собираетесь потихонечку нас больше планировалось участников больше зарегистрироваться как всегда подтягивается потихоньку народ вот и давайте мы сначала представимся да еще раз расскажем о себе ну вот мы с ирлан вдвоем уже работаем вместе больше наверное четырех лет наверное да уж сколько всякий каждый год у нас собирается новая группа у нас есть своя программа подготовки бизнес-тренеров и очень много мы вместе ведем тренингов но также по отдельности мы тоже ведем тренинги и ну вот если говорить про ирлана и лан так скромно умолчала себе это человек который базовый психолог то есть он имеет базовое образование психолог да и он в тренерстве действительно больше двадцати лет мне очень большой опыт в том числе организационной психологии вот я как тренер наверное больше тот тренер который долгое время проработал в корпоративном секторе в разных компаниях на уровне руководителя и последние годы занимался стратегическим развитием корпоративным развитием вот а сейчас ну вот занимаясь обучением но не сейчас вот последние годы можно сказать и также являюсь руководителем компании рострень вот сегодняшняя наша тема это как стать бизнес-тренером и мы хотели бы чтобы вы ну наверное у нас так пару таких просьб вам будет это по максимуму включать свои камеры быть живыми активными вот чтобы мы видели ваши глаза знакомились мне кажется некоторых из вас я здесь точно знаю вот по списку вижу поэтому давайте будем так вот сегодня открытыми и нам хотелось бы с вами немножко пообщаться и узнать что же вас интересует в теме вообще бизнес-тренер со и как стать бизнес-тренером поэтому добро пожаловать для начала я предлагаю сейчас проверить свой звуки звуки свет хотел сказать звуки и видео поэтому поставьте в чатике на плюсики чтобы мы знали что вы с нами что вы нас хорошо слышите вот индира включила камеру предлагаю также всем остальным подключаться не стесняться мы тут все свои нас не так много и вам хотелось бы нас всех вас видеть страван добро пожаловать вижу отлично все видят 7 слышит это классно отлично я думаю оговорка кольца руки обла не просто так когда сказал звук и свет сейчас мы же не просто так вот ведем этот формат и в онлайне и наверное когда ты ведешь в онлайне там важен еще и свет поэтому включайте свет если вдруг кому-нибудь нужно включить свой 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 внешний что называется облик да и давайте теперь познакомиться с вами ну вот я уже сказал о том что некоторых из вас кажется я знаю мне кажется точно знаю вот кого-то могу ошибаться вот хотелось бы узнать кто из вас откуда сегодня обещает с нами с каких городов чем вы занимаетесь и прямо в чат можете написать чем вы занимаетесь с кем работаете ну и все что вы хотели о себе сказать пожалуйста пишите в чат было приятно узнать кто вы и откуда не стесняйтесь пожалуйста пишите я попрошу своих домашних немножко по убавить звук спасибо кайсар вот пока коллеги пишут вот я точно тоже знаю некоторых из коллег кто сейчас подключился могу о себе сказать очень часто когда у меня спрашивают когда я начал проводить тренинг я говорю первый тренинг я сколько провел еще в двадцатом веке насколько когда динозавр называется но первый свой тренинг я провел точно точно в девяносто седьмом году поэтому если вдруг среди вас есть коллеги кто уже сейчас практикует проведение тренингов ну и любого рода обучения вы об этом тоже можете написать и когда ваш был первый опыт вот первые коллеги начали писать меруэр нурсултана нацкомпании работает ну и в этом смысле вы точно близки к нам мы с коллегами из нацкомпании тоже работаем серик из алматы финансовый консультант отлично оружие из нурсултана ассистента аудитора жанна жанна декан казахского университета жанна приветствую я тоже прошлом преподавать университета ну вот хорошо отлично ужас руководить когда-то продажа матрас сейчас занимаюсь продажи уже скорее всего руководитель его владелец тоже тренера из астаны профессиональный коуч ай-си-ю ментор ай-си-ю коуч отношений семейный коуч коллега кайсара кайсара у нас тоже сейчас коуч 18 18 лет работала в колледже преподавателем учета кстати говоря вот это прошлое наверное начало школы как ни странно но первое первым рабочим местом официальным и у меня и у кайсара была как раз таки школа об этом тоже мы можем рассказать я был про психологом школьным кайсар был учителем истории также также кайсар да 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 у меня была первая такая первые рабочие места официально учитель истории школе психолог коллега так вот внутренний тренинг буквально сегодня проводила тренинг на хардовую тему вот уже темы в уже пошли наши как называется термины сезим учебный центр у т.п. р. астана работает с правом мы хорошо знакомы обу инвестор и жандос но су-то нас компания практикующий бизнес консалтинг агент изменений делать идей тренер-консультант выпускник на хоза сауле бизнес-тренер вот у нас и коллеги уже владелец преподаватель руковой программы на служу психолог кандидат психологических наук преподаватель куза отлично ну в общем все свои люди анна владелец учебного центра первое рабочее место учите английского языка куралай да я куралай преподавал психологию да еще она училась в школе да 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 асхат ментор стартапов отлично круто коллеги вот прямо очень интересно что вы про себя написали очень подробно я так понимаю что большая часть этого мата и астана до особо городов но кого-то мы кстати знаем кого-то нет здорово что вы сегодня с нами давайте поговорим о чем мы сегодня с вами будем говорить как мы обещали сегодня в целом отрау есть классно как не утонуть в море тренингов почему говорим про это потому что сейчас очень много вообще тренингов на рынке и так скажем на так называемых тренингов хотя это может быть не совсем тренинг и да это формат какого-то обучения но люди к сожалению путают это и вот этот поток который с нас на нас сейчас валится со всех соцсетей к сожалению многие считают что это тренинги но вот мы сегодня как раз поговорим что такое тренинг чем отличается других видов обучения поговорим обязательно про компетенции бизнес-тренера как их развивать в себе как вообще начать проводить бизнес-тренинги ну и соответственно мы поговорим еще про нашу программу корпоративный тренер 2.0 так называемая программа которую мы совместно с университетом Нархоз подготовили специально для вас и хотели бы немножко вам рассказать если вам конечно это интересно вот и у нас к вам вопрос такой традиционный хотел что хотелось бы вам узнать сегодня от нас какие у вас есть ожидания можете вот голосом сказать даже кто-то может написать чате кому как удобно только не все сразу одновременно так вот по очереди что хотелось бы узнать несколько запросов мы точно можем услышать да не стесняйтесь коллеги спрашивайте мы тут для того чтобы с вами пообщаться так вот мир вверх написала узнать информацию как двигать себя как бизнес-тренер на рынке вот такой точечный вопрос это уже когда стало понятно что стал бизнес-тренером в смысле и дальше что либо это какие-то признаки да по каким признакам узнать что я уже состоялся бизнес-тренер да уточните пожалуйста в чем главная задача бизнес-тренера кроме обучения классный вопрос право как продавать тренинги дорого сказать это такой лайфхак но скорее всего они как надо продавать ровно за ту цену которая рынком востребована понимание подходит ли мне бизнес-тренерства и нужно ли мне хорошенький вопрос как создавать продукт собственный тренинг но есть прям ответ конкретный на это способы сохранения баланса между теорией и практикой но тоже да это вот все в рамках нашей программы ну коллеги вот прям классный вопрос задаете осознание что бизнес-тренерство это ремесло и основное занятие спасибо спасибо смотрите из того что вы задали вопросы я хочу сказать что что-то вы получите ответ сегодня что-то возможно не получите потому что вопрос который вы задаете они прям ну такие достаточно обширные например как продвигать себя на на рынке мы обычно это говорим наши в рамках нашей программы тренинг для тренеров вот сегодня может быть если у нас останется время мы вернемся к этим вопросам чтобы вот так вот у вас закрылся вопрос в чем главная задача бизнес-тренера кроме обучения вот надеюсь сегодня мы об этом вспомним и скажем да есть опять таки мы что-то там не ответили на ваш вопрос обязательно в конце можем задать ответить понимание подходит ли бизнес-тренерство и нужно ли мне вот это прям тоже мы говорим в рамках нашей программы вот этого курса длительного как создавать продукт собственный тренинг это прям ответ на вопрос ну то есть в рамках нашей программы вы создаете свой авторский тренинг и собственный продукт способ сохранения баланса между теорией практика это тоже в рамках этой программы и так осознание что бизнес-тренерство это ремесло и основное занятие ну прям вообще обшиваю то же самое асхат говорит подал два тренинга ближайший месяц а страх несоответствия запроса клиента остался но хитрость есть определенных да что этот страх может присутствовать какое-то долгое время так как вы делиться среди конкурентов тоже вопрос про продвижение и вопросы которые вы задаете они все достаточно большие и мы прям и посвящаем рамках нашей этой программы но чтобы вы не обиделись мы кое-какие на эти вопросы не на кой какие на эти вопросы стараемся в конце ответить то есть оставить время и обязательно на них ответить ну хотя бы вот таком коротком формате хорошо если вам согласен с этим согласишься так ну двигаемся дальше давайте с вами сейчас поговорим вообще начнем с того что мы разберемся вообще причем отличие разных таких смежных профессий которые присутствуют сейчас на рынке вы наверняка многих из них слышали знаете чем отличается бизнес-тренер коуч фасилитатор модератор консультант вот их очень много этих разных профессий и чем же они отличаются и для начала мне бы хотелось вот нам бы хотелось немножко с вами так вот не просто чтоб мы говорили как говорящая голова и тут рассказывали вам что-то может быть небольшой такой сделать упражнение вот за но вы поработали немножко в группах я разделю вас на так у нас сколько здесь тридцать около тридцати человек да мы разделим вас на пять команд и попробуем ну вот в рамках нашей каждой команды поговорить немножко на эту тему и кто-то из вас зафиксирует чем же отличается бизнес тренер вот какими компетенциями он обладает бизнес тренер кому первая команда это будет бизнес тренер вторая команда коуч 3 фасилитатор 4 модератор и 5 консультант всем ли понятно что мы сейчас будем делать кому непонятно дайте знать буквально у нас будет на это пять минут может быть максимум семь минут на то чтобы вы в рамках своей группы немножко познакомились друг с другом поговорили и отметили для себя чем отличается бизнес тренер в данном случае либо коуч либо фасилитатор модератор консультант итак первая команда запоминать когда вы будете входить в зал там будет написано сессионный зал номер один или сессионный номер зал номер два и соответственно первые команды это бизнес тренер вторая команда это коуч 3 фасилитатор 4 модератор 5 консультант все понятно всем ли понятно что там учебы не делать так не понял уже бы уже по ужас говорит если татар это что вот это и есть вопрос после татар это что как раз у вас будет возможность друг с другом пообщаться и кто-то вам обязательно об этом подскажет коллеги дорогие друзья всем ли понятно что мы сейчас будем делать поставьте плюсики в чат нет welcome говорит нет михаил говорит нет непонятно не совсем все после что-то еще раз повторяю смотрите мы сейчас с вами уйдем за рал то есть мы разделимся на комнаты будет у нас 5 комнат значит каждой комнате ваша задача поговорить с коллегами другими и соответственно для себя определить какими компетенции или какими знаниями навыками должен обладать бизнес-тренер это первая командой вторая команда какими знаниями умениями должен обладать куч ну или качества но третья команда фасилитатора и можете себе записать либо сфотографировать чтобы не забыть Четвертая команда, какими качествами, навыками и компетенциями должен обладать модератор и, соответственно, консультант. Кто из вас сейчас затрудняется ответить на этот вопрос, послушайте просто коллег и попробуйте немножко предположить, в этом ничего страшного нет. У нас такой момент обучения идет, поэтому нормально, что вы чего-то можете не знать, о чем-то можете только догадываться, это нормально. Так, все, я даю всего лишь на это 7 минут и думаю, что вам этого времени будет более чем достаточно. Кто у нас не зашел? Так, она вышла. Все. Так. 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 Продолжение следует... 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 У нас идет везде бурное обсуждение, я смотрю... Продолжение следует... 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 Ну, то есть, допустим, коучинг в сфере маркетинга. Но именно то, что там СММ или там, допустим, по визуализации, по дизайну. И, допустим, если я хорошо владею дизайном, я прихожу к предпринимателю, у кого проблемы, допустим, с дизайном. Или то, что его айтика или там его визуал не соответствует их деятельности. И начинаю их обучать и предослуги оказываю. И в конечном итоге я меняю их, ну, внедряю, допустим, делаем брейншторм. Ну, приходим к единому мнению, что нужно менять, что такое. И делаем это, и обучаем их персоналу, как систематизироваться, как вливаться с этим. Ну, вот в плане того. Или, допустим, я продавец, да, я специалист по продажам. Я прихожу, ну, ко мне обращается заказчик. Я выявляю проблему именно, что в продажах. И, допустим, предлагаю решение, допустим, обучить их персонал к продажам. И провожу, допустим, тренинги или там консультации именно в сфере продаж. Ну, то есть кочинг – это деятельность направлена именно на конкретную узкую, ну, на узкую направленность. Понятно. Спасибо большое. У нас, да, я понял так с ваших слов, что коуч – это тот человек, который экспертен в какой-то узкой теме, например, в дизайне, да. Он приходит, проводит некий брейншторм, проводит некое обучение. Вот, и вот в этом заключается его, как бы, работа. Ну, если вот коротко из ваших слов. Спасибо большое. Давайте поаплодируем этой команде. И поддержим их. И, пожалуйста, у нас следующая команда – это поселитатор третьей команды. Пожалуйста, кто у нас будет с третьей командой говорить? Добрый вечер. Меня зовут Роан. Я очень рада присутствовать сегодня вместе с вами. Мы, обсудив в своей группе, решили, что фасилитатор – это человек, который обеспечивает успешную групповую коммуникацию. В отличие от тренера, фасилитатор не переведет четкий навык, обеспечивает коммуникацию внутри участников группы, он независим, через применение разных инструментов обеспечивает обмен знаниями и опытом. Один момент, который схож с тренером – это соблюдает регламент, тайм-менеджмент, то есть по всем таким моментам направлять. И самое, наверное, ключевое – это то, что фасилитаторство можно рассматривать как одну из компетенций квалифицированного тренера. Мы, разобрав все направления, понимаем, что бизнес-тренер и консультант, они могут быть узконаправлены и отвечать конкретным запросам, то есть давать свои некие знания, навыки, советы и так далее. В то время как фасилитатор, не обязательно фасилитатору иметь четкий навык для передачи, он просто коммуникатор. Модератор мы считаем… Плохо слышно? Или только у меня? Слышно, да? Прерывайся. Прерывайся. Модератор, он больше такой протокольный фасилитатор. Подождите. Может быть, видео отключить, чтобы нагрузка на сеть меньше была? Да, да, скорее всего надо. Давайте. Ролан, про модератора пока помолчим, потому что у нас другая команда. Хорошо. В целом все понятно, по вашему мнению, то есть это человек, который устраивает коммуникацию в группе, создает обмен знаниями, да, соблюдают некий регламент, вы сказали, ну, такие основные вехи, да. И, коллеги, кстати, я хотел сообщить вам, что, ну, вот, кто из вас сейчас, например, не согласен, да, в группу, ну, вот, с теми, кто выступает, может что-то оппонировать в чате, ну, то есть писать свое мнение по этому поводу, это нормально. Вот, я пока не буду говорить, что действительно верно, что нет, мы сейчас чуть позже об этом обсудим. Давайте поаплодируем этой команде. И, пожалуйста, у нас следующая команда, модератор, четвертая команда, модератор, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, я слышно. Меня зовут Анна, я представляю четвертый зал, то есть это команда модераторов, принимали обсуждение нас трое в команде, это Серик финансовый консультант и Желдыс юрист. Ну, и, соответственно, я владелец бизнеса, преподаю английский, интернет, маркетинг и вот в таком духе. И вот мы сформулировали, значит, модератор, это человек, знающий на уровне эксперта правила и регламенты в определенной среде, отвечает за выполнение этих правил и регламентов и владеет инструментами для регулирования процессов в этой среде. Почему мы именно такое широкое понятие в среде выдвинули? Потому что у Желдыс был опыт модератора на конференциях, то есть это оффлайн мероприятия, следящие за временем и так далее. А у меня модерация как интернет-маркетолога, это сайты, это соцсети, где идет модерация фотографий, модерация информации, которая поступает на общее обозрение. Вот наше такое общее решение. А можно я такой вопрос задам вам? А все-таки модератор это эксперт, я услышал, да, или нет? Это эксперт именно в правилах и регламентах той среды, в которой, вот допустим, это в Фейсбуке, он знает отлично все правила, предъявляемые к фотографии информации, которая может печататься, или в Инстаграме, допустим, да, и если она не соответствует, то он просто ее удаляет, да, и поясняет почему. Это модератор, который знает на уровне экспертно все правила. Он не сам эксперт, а знает экспертно все правила, принятые в организации. Или конференция, он организован, не он ее организовал, может быть, не он все это выстроил, но он модератор, он следит за тем, чтобы все правила были выполнены. Все рекламенты были приняты, и у него инструменты, да, либо если спикер заболтался, прервать его, да, вот в таком духе. Ну, в общем, мы вот так понимаем. Понятно. Спасибо большое. Спасибо вашей команде. Да, пожалуйста. Коллеги, слушаем дальше, слушаем консультантов. И кто хочет сказать за консультантов, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Постараюсь в минуту уложиться. Итак, мы посовещались в группе и пришли к мнению, что консультант должен обладать следующими компетенциями. В первую очередь, это высоко квалифицированный эксперт в определенной деятельности, в определенной сфере, либо в нескольких сферах, что тоже может быть. И при этом какие-то более поверхностные знания, скажем так, всей деятельности организации. То есть эксперт в определенной, и все смежное как бы тоже понимать должен. Далее, высокий уровень коммуникации должен быть, потому что взаимодействие с разными людьми и доведение своих идей. Высокие аналитические способности, то есть понимать причинно-следственные связи и все остальное. Компетенцией, компетентным должен быть в процессном управлении. Тут же и риски, в принципе, затрагиваются в той или иной степени. То есть рискориентированное мышление и критическое мышление должно быть. И у нас достаточно серьезные споры возникли по маркетинговой составляющей. То есть в команде мы к единому мнению не пришли о том, нужен ли в общем консультанту, то есть не специализированному, мы не указывали специализацию, навыки в маркетинге. И вот вопрос, скажем так, у нас остался немножко открытым. Но это вот такие базовые вещи. Спасибо. Понятно. Спасибо большое вашей команде. Очень кодотко, емко и ясно. Ты уже Гела, правильно я назвал ваше имя? Да, правильно. Действительно, консультант, высококвалифицированный эксперт, высокий уровень коммуникации, аналитических способностей. Он очень хорошо обладает компетенцией процессного управления и так далее. Коллеги, здорово. Я вижу, что здесь сегодня собрались очень знающие люди. На многие ответы вы дали действительно правильные ответы. Но давайте теперь немножко разберемся, кем же эти смежные профессии друг от друга отличаются. Почему мы, собственно, задаем этот вопрос? Потому что очень часто мы видим, что нас называют где-то коучерами. Когда я еще не был коучером, меня там называли. Вот приехал там какой-то коучер или коучер. Извиняюсь. Он сейчас выступит. Какие-то такие моменты там. Или мне говорят. Вот там выступал один тренер. И я понимаю, что это не тренер. Это человек, который стоял у флипчата или там выступал перед экраном с проектором, с презентацией какой-то. И почему-то люди считают, что это уже бизнес-тренер. Если говорить, чем же отличаются эти профессии, давайте взглянем на вот эту. На вот такую небольшую диаграмму, чтобы было понимание, в чем же отличаются эти смежные профессии. У нас есть наверху это задавание вопросов. И внизу это предоставление ответов. Здесь клиент как эксперт. Здесь клиент, вернее, помощник. Эксперт, вернее, как помощник. И мы видим здесь самые разные смежные профессии, которые так или иначе перекликаются. Итак, если мы говорим про тренера. Кто такой тренер все-таки? Вы совершенно правильно сказали, что бизнес-тренер – это тот человек, который хорошо понимает регламент, хорошо понимает процедуры внутренние в организации. Ну, то есть он больше практик, вполне возможно. Ну, то есть он обладает какой-то экспертизой. Поэтому он здесь предлагает какую-то свою экспертизу. Да, он дает какие-то ответы на какие-то вопросы. При этом тоже сам задает эти вопросы, когда ведет тренинг. Но если мы говорим про тренинг, что такое тренинг? Это, по сути, форма обучения, активная форма обучения, в которой мы в практической деятельности даем возможность взрослым приобретать некий опыт. То есть участники, работая, выполняя некие упражнения, неважно, это упражнение, либо групповая работа, либо ролевая игра, либо это может быть кейс, либо липосилитация и так далее, которую он использует. Участники через свой собственный опыт приобретают эти знания. Бизнес-тренер помогает им приобретать эти знания. То есть он организует процесс таким образом, чтобы у участника, грубо говоря, заходила информация, которую нужно дать. Если вот своими словами, то это, конечно, выглядит таким образом. Если мы говорим про коуча, кто такой коуч? И у нас здесь присутствует, кстати, коуч Индира, который знает. Коуч – это тот человек, который задает вопросы, и он никогда не включает свою экспертизу, даже если он знает эту тему. Даже если он, к примеру, пришел к руководителю, и у него хороший стаж управленческий, он ни в коем случае не советует, не дает совет, он задает вопросы. При этом задает правильные вопросы своему клиенту, и, отвечая на вопросы, клиент, отвечая на эти вопросы, сам приходит к осознанию каких-то своих вещей. Ну, то есть к осознанию своих шагов, к осознанию своих действий, будущего и так далее, и так далее, в зависимости от того запроса, к которому он пришел. Здесь экспертом является сам клиент. То есть мы, используя его экспертизу, задаем им вопросы, он сам отвечает на эти вопросы и сам приходит к осознанию того, что ему нужно делать. Похожая профессия, связанная с фасилитатором, ну, фасилитатор и модератор – это вообще похожие профессии. Заключаются они в том, что фасилитатор организует процесс групповой работы. То есть коуч больше работает в индивидуальном формате, да, и больше работает, ну, так скажем, с вопросами, связанными с осознанием, какие-то вещи. Да, фасилитатор – это очень структурированный по времени, как вы правильно сказали, вот кто отвечал, да, на этот вопрос. Фасилитатор, он и соблюдает регламент, у него очень жесткий регламент, и там не нужно погружение в части, там, в подсознание, в какие-то такие моменты, да, здесь очень четкие вопросы и ответы, на которые группа приходит к какому-то осознанию и понимает, что ей нужно делать. То есть он организует процесс таким образом, что группа приходит к некому согласию. То есть у них иногда бывает разногласие, он приводит их к согласию, и они там разрабатывают какую-то стратегию, либо приводят к какому-то плану, либо понимают, что нам дальше там делать нужно, да. Вот. Кто у нас еще здесь был? Консультант. Консультант, вы видите, да, консультант предоставляет ответы, чем задает вопросы. Консультант приходит в организацию и говорит, ребята, какая у вас проблема, они говорят, у нас вот такая-то проблема, давайте мы продиагностируем, что у вас там, запрашивают какую-то информацию, диагностируют и говорят, «Ребята, у меня есть для вас три плана или четыре плана, какой вы выбираете? У вас есть на это деньги? Нет? А на это есть деньги? Нет? Если у вас есть возможность, вы выбираете из этих планов, да, и дальше он помогает вам реализовать этот проект. То есть он организует опять-таки процесс для того, чтобы, ну, там, компания, организация пришла к какому-то результату. Но выбор делаете вы сами, либо консультант, ну, тоже может, в принципе, как некоторые консультанты делают, ну, так навязать, можно сказать, свой определенный вариант. Вот. Работа консультанта, она такая очень многоплановая, универсальная. То есть некоторые консультанты используют техники коучинга, техники тренера, техники фасилитатора и так далее. Но больше они являются экспертами в этой области, нежели тот, кому они помогают, то есть нежели сам клиент. Они хорошо разбираются в этой теме и поэтому могут организовать процесс и дать свои конкретные рекомендации по тому или иному вопросу. Вот. Ну и говорить про модератора. Модератор для меня тире фасилитатор. Только почему я говорю тире? Потому что, ну, модератор, здесь есть разные мнения на этот вопрос. Но мое мнение такое, что модератор – это человек, который помимо фасилитации, помимо того, что он модерирует сам процесс, фасилитирует сам процесс, он еще может знать саму тему, да, участвовать и изучать эту тему. Ну, например, он модерирует некий процесс. Ну, допустим, самый простой пример модерации, допустим, кто из вас помнит, ну, там, передачу «Времена», да, там, по-моему, «Времена» назывался, «Познера», да. Познер там собирает вокруг себя экспертов на какую-то тему, не знаю, на тему Сирии. Но при этом он не просто там дает каждому слово и говорит, ребята, там, выскажитесь, вернее, не ребята, вот каждому политику он говорит, выскажитесь по такому моменту, а вы что думаете, да, вы что думаете, у вас буквально минута на то, чтобы сказать. Но при этом он еще обобщает и тоже говорит свое экспертное мнение. И, как правило, модератор работает, ну, больше с меньшими группами, чем с большими. Ну, здесь можно поспорить по поводу того, что мы называем модераторов на конференции, например, это те людей, которые предоставляют слово, те, которые работают тоже с большими группами. Но, так или иначе, там тоже модератор должен иметь понимание, что за специфика этой темы. Если это, например, форум в теме агропромышленной, например, в теме агропромышленного комплекса, то, соответственно, он должен тоже понимать, о чем идет речь, и понимать, ну, специфику этой сферы, в отличие от фасилитаторов. Фасилитатор не обязан этого знать. Вообще, хорошая работа фасилитатора, когда его никто не заметил, но все получилось классно, и все друг друга обсудили, все обсудили, получили какой-то результат. Вот, мне кажется, я затянул немножко наши ответы и немножко утомил вас. Если сейчас у вас вопросы по этому, возможно, слайду, либо вообще по теме, уложилось ли в голове, чем отличается коуч, модератор, фасилитатор, консультант? Можете прям включить? Спасибо, да, вроде все понятно. Отлично. Если Илан может что-нибудь добавить по поводу психотерапевта, я прям не стал этого ничего говорить, про психотерапевта, психоаналитика. Я бы хотел добавить к тому, что в целом, если говорить с точки зрения, кто такой, ну, раз у нас мастер-класс называется «Как стать бизнес-тренером», здесь слово, вот, словосочетание как раз «бизнес-тренер» – это не имеется в виду, что это человек, который учит вести бизнес. Многие путают именно с этой формулировкой. Я думаю, что из коллег, которые здесь многие находятся, они более чем это понимают. Бизнес, ну, в этом смысле – это дело. Поэтому, когда мы говорим по поводу тренировки, любая тренировка, да, знаний, умений, навыки, которые прирастают знаниями, умений, навыками, которые полезны для бизнеса, это… Тренинги, которые полезны для бизнеса, они скорее будут называться бизнес-тренингами, вот, если с этой точки зрения говорить. Но если тренинг брать в широком формате его, то, в принципе, тренинги могут делиться тогда вот как раз бизнес-тренингами, то есть тренингами, которые формируют навыки для того, чтобы быть полезным в бизнесе. Тренинги могут быть психотерапевтические, либо тренинги личностного роста, которые позволяют человеку разобраться в определенной ситуации, либо личностно расти и через это преодолевать какие-то жизненные обстоятельства, если говорить вот с этой точки зрения, да, либо менять свои собственные установки. Это второй формат, да. И третий формат – это тогда, когда тренинги дают в большей степени, ну, наверное, таких вот знаний. И очень часто, ну, тренеры могут быть, ну, какие-то специализированные, к примеру, допустим, психотерапевтически направленные тренеры, они проводят тренинги, ну, вот, в чистом виде для личностного роста, личностного развития. Но в целом сейчас иногда размывается вот эта линия, поэтому люди могут быть в той или иной степени, ну, вот эти границы могут размываться. Поэтому тренер может в определенной степени обладать навыками, в том числе, там, психотерапией, если говорить с этой точки зрения. Спасибо. Спасибо. Вот, ну, можно представить так, что в чистом виде, ну, там, бизнес-тренер тоже редко существует, ну, как сказать, он существует, но многие из нас, ну, там, обладают самыми разными компетенциями. Например, Ирлан в данном случае, он и психолог, и тренер, и где-то фасилитатор. Я уже как выступаю и как тренер, и как коуч, и как фасилитатор, а где-то как консультант. Ну, то есть все зависит от самой задачи, которую мы выполняем. И, ну, эти смешанные профессии, они так или иначе перекликаются друг с другом, да. Вот здесь спрашивали, чем отличается клиент-эксперт и помощник-эксперт, то есть когда экспертом является клиент, или когда экспертом является в данном случае либо тренер, либо консультант, либо там ментор и так далее. Окей, здорово, что у вас вложилось в голове, и, ну, давайте немножко теперь разберем, что же такое тренинг и почему он так важен вообще, да, почему он так важен. Почему сейчас вообще появляется такая тема на бизнес-тренинге, почему люди сейчас обучают, да, почему все стараются, кажется, как будто все становятся одновременно бизнес-тренерами, и с другой стороны, как бы небольшая идет такая девальвация понятия бизнес-тренерства, то есть все, кому не лень, сейчас себя называют бизнес-тренерами, и некоторых это прямо обижает. И некоторые бизнес-тренеры, кстати, отказываются от такого усваивания, что нет, я не бизнес-тренер, я там как-то себя там называют, но, в общем, я не бизнес-тренер. Почему? Мы хотели немножко вам коротко как бы объяснить, чем же отличается тренинг от других форм обучения, да, Ерлан уже об этом начал говорить, то есть я и об этом тоже говорил, что тренинг – это некая активная форма обучения. Почему активная? Потому что мы что-то делаем. Вот сейчас мы с вами попробовали друг с другом пообщаться и получить какие-то знания, исходя из нашего обсуждения. Если мы проводим это в оффлайне, соответственно, у нас бывают упражнения, у нас бывают там ролевые игры, там и так далее, и так далее, то есть там, где вы получаете опыт. Через свой собственный опыт вы приобретаете знания. Почему? Потому что взрослые люди – это те люди, которые приобретают знания через свой собственный опыт. И поэтому, если мы говорим про тренинг, вот, кто-то здесь, по-моему, Кульшарьяк говорил, что он преподаватель, да, в большей части преподаватели, лекторы дают свои знания на уровне, ну, то есть они нам дают знания на уровне лекций, то есть это формат, в котором я, передающий знания, конкретно аудитории, то есть я являюсь оплодателем знаний, я передаю эти знания. То есть мне, в принципе, как таковая обратная связь, ну, или совместная работа участников, она не играет большую роль. То есть я являюсь лектором, я передаю знания. И почему он находится на верхушке, в данном случае, этого айсберга? Потому что это то, что вот мы видим, когда мы передаем эти знания. Ну, если представить это в виде айсберга. Если мы говорим про пространство бизнес-тренинга, то оно находится несколько ниже, потому что навыки и поведение людей мы сразу визуально увидеть не можем, пока мы не начнем взаимодействовать с этим человеком. И являет именно пространство для тренинга – это навыки и поведение. То есть в первую очередь на тренинге мы даем не только знания, но мы даем в первую очередь это навыки, некие навыки, либо умения мы называем. Навыками они становятся несколько позже. Ну и пространство для более глубокое – это вот как раз пространство для психологических тренингов, где меняются установки, убеждения. Но, как вы заметили, пространство бизнес-тренинга, оно затрагивает не только сами навыки, оно затрагивает и информативную часть, то есть там, где идут мини-лекции. То есть мы даем имени-лекции, мы также работаем с поведением людей, мы также работаем где-то с небольшой частью затрагивания установки убеждения, поэтому эта часть немножко затрагивается. То есть, чтобы было понятно, пространство бизнес-тренинга находится вот в этой плоскости. Мы немножко работаем с лекционным материалом, мы работаем с упражнениями, но также мы где-то работаем со сознанием, где-то работаем с поведением, где-то работаем с убеждениями людей, потому что не сломав эти убеждения, люди не получат эти знания. Понятно, да? Ну и когда мы идем на тренинги, часто задаются вопросы, как выбрать себе бизнес-тренера, как выбрать себе тренинг, как понять, что действительно мне нужно на этот тренинг. Сейчас очень много в соцсетях нас догоняет где-то реклама, предлагает такой тренинг, такой там мастер-класс, марафон и так далее. И очень часто ко мне обращаются и спрашивают, что мне стоит туда идти или нет. Я всегда говорю, в первую очередь нужно задать себе вопрос, зачем мне этот тренинг? Ну то есть вообще задаться, зачем мне этот тренинг? Какова цель посещения? Потому что все ходят на эти тренинги, или потому что это дешево, или потому что это бесплатно? Зачем мне этот тренинг? То есть первый вопрос, который вы должны себе задать, зачем мне этот тренинг нужен? Для чего? Для каких целей? У нас и так большой объем информации ежедневно спускается. На уровне 17 газет где-то посчитали эксперты, что если в 80-х годах это было на уровне одной газеты, то сейчас на уровне 17 газет мы потребляем информацию. И участвовать просто так на тренинге из-за того, что это бесплатно, или из-за того, что это модно, или из-за того, что это вдруг пригодится, смысла нет никакого. Поэтому нужно задать себе этот вопрос. Если вы все-таки думаете, что вам нужен этот тренинг, то нужно обратить внимание на личность самого бизнес-тренера, понять его профессиональное образование, опыт и так далее. буквально вчера мне Сукова говорит, что вот предлагает ей пройти марафон. И я говорю, а какую она имеет экспертизу в этой теме? То есть она обладает этой экспертизой? Нет. Она говорит, но она обучилась у Шамиля Алюддинова, она обучилась у Кандапаса, обучилась там Куницкого. То есть кого она только не обучалась. И у меня вопрос сразу возник. Зачем обучаться у самых разных тренеров на самые разные темы, чтобы вести тему совершенно другую? То есть не обладая экспертизой в этой теме. Желательно, чтобы тренер имел какой-то опыт в этой теме. Например, если он проводит тренинги по сервису, по культуре сервиса, то он, значит, либо участвовал в каких-то процессах, работал и занимался обслуживанием клиентов и так далее. Либо у него есть четкое понимание, что значит культура сервиса. Если он занимается темой управленческих навыков, соответственно, у него был управленческий опыт и так далее. Отзывы участников и заказчиков очень важны. Посмотрите обязательно, что пишут в соцсетях, что пишут в свободном доступе, в Google и так далее. Либо на сайте. Как правило, на сайте вы знаете очень хвалебный, знает ли этого человека. Посмотреть, почитать его материалы, видеоматериалы. И самое главное, последний пункт хотел бы сказать, что когда вы выбираете себе бизнес-тренера, имейте в виду, что важен стиль изложения, как человек рассказывает, насколько доступно он рассказывает, насколько понятно он излагает материал, какие у него есть моральные качества. Потому что, ну вот, если сравнивать коллег, допустим, наших, не буду сейчас, чтобы некрасиво не выглядело, но я знаю, что очень часто бывает так, что человек очень компетентный, но при этом он использует какие-то, ну там, матерные слова, да, там в своей деятельности, и внутренне это идет некое сопротивление. Например, для меня это неприемлемо, я не хочу слушать такого спикера, в котором там через раз выскатит какие-то матерные слова, либо там шутки ниже пояса и так далее. нужно понимать, насколько культурно мне это подходит. Потому что, когда вот возникает такой момент, происходит некий занавес, и я перестаю понимать тот контент, который мне передается бизнес-стейлер. Интонация. Очень важная интонация. Если вас вдруг раздражает интонация, вы чувствуете, что все окей, но такое ощущение, что что-то не то. Это может быть связано с интонацией, где-то вот несовпадение какое-то, да. Ерлан, если есть, что добавить? Я думаю, нет. Если у коллег поясним вопросы, можно будет добавить. Коллеги, есть ли вопросы по... по этому слайду? Просто один кучий расскажу вам. Когда я участвовал на мастер-классе в Москве, очень известный телеведущий, и мы пошли там в большой фестиваль, пир, ну, кто знает, может быть... пир, да? Мы слушали... Вот, наверное, человек присутствовал. И когда мы вышли после этого мастер-класса, ну, все коллеги, которые со мной шли... мужчины, я спрашиваю, ну, как вам мастер-женщина работает в телевидении? Вроде все отлично, но какое-то ощущение у меня... это не то. Я спрашиваю, а в чем же вот то? И один коллега мне говорит, такое ощущение, что меня отругала училка. Ну, то есть она не ругала, она нормально рассказывала контент, но такое ощущение, как будто меня отругала училка. А почему это произошло? Потому что ее тональность очень высокая. Она... Ну, вот ее тональность нам подсказывала где-то, что тебя кто-то ругает, понимаете? И вот это... Вот это и есть несовпадение по какому-то там, по какой-то тональности. Да, такое вот, к сожалению, бывает. Пропадает звук, да? У меня пропадает звук. Да, и давайте теперь поговорим про компетенции. Все-таки, какими компетенциями должен обладать бизнес-тренер? Я думаю, что... Ну, здесь все описано, но хотел бы остановиться на пару моментов, чтобы долго не затягивать процесс. Вообще компетенции бизнес-тренера, они достаточно широки. Если вы так можете сказать, это человек, который должен уметь многое что делать. И один из пунктов, ну, помимо того, что он должен уметь презентовывать материал, то есть владеть навыками публичных выступлений, само собой, умение презентовывать материал, умение выступать, да? Навыки коммуникации, само собой. Вот сегодня, в принципе, коллеги отмечали, что, допустим, консультант должен обладать высоким уровнем коммуникации, либо фасилитатор. В принципе, все должны обладать... Все эти смежные профессии, так или иначе, навыки коммуникации у них должны быть на очень достаточно высоком уровне. Но какие очень важные, отличительные особенности все-таки компетенциями должен обладать бизнес-тренер? Один из важных компетенций – это умение работать групповой динамикой. То есть понимать, в какой ситуации находится сейчас группа, что она переживает, она сейчас уснет, или она сейчас, наоборот, съест тренера, потому что она возмущена, и почему, что с ней происходит, с каждым участником, почему этот участник сейчас не слушает, почему он сейчас находится в телефоне, и так далее. То есть какие групповые, возможно, процессы происходят в самой группе, в самой среде участников, и, соответственно, действовать, исходя из этой ситуации. Применять соответствующие методы, формы обучения, и так далее. Одно из важных компетенций также – работа по работе с навыками. Что это означает? Это когда тренер приходит в организацию, ему приходит запрос, он говорит, ну, допустим, проводит… Я не знаю, самый простой пример. Заказчик говорит, мне нужно провести тренинг по продажам. Вот мои менеджеры плохо продают, и мне нужно, чтобы вы провели тренинг по продажам. Стандартная ситуация, если я просто полагаюсь на мнение своего заказчика и говорю, окей, я вам сейчас вышлютую программу, и мы проведем с вами тренинг по продажам. Что бы вы сделали, коллеги? Что бы вы сделали в этом случае? Кто хочет ответить или сказать, или напишите. Что бы вы сделали в этой ситуации? Ну, ладно, томить не буду. Запросить техзадание. Ну, техзадание многие заказчики, к сожалению, не пишут. Они просто говорят, ну, нам нужно провести тренинг. Придите и проведите, пожалуйста, потому что у меня упали продажи. Я думаю, что можно еще раз вопрос. Вопрос в том, что пришел заказчик и говорит, проведите мне тренинг по продаже. Что вы делаете? Стандартно некоторые тренеры делают так. Они просто отправляют программу по продажам и говорят, окей, я вам проведу тренинг по продажам. Заказчик говорит, ну, раз вы знаете, что нужно проводить, пожалуйста, проводите. Но в чем здесь загвоздка? Нужно ли только именно это? Нужно изначально снять запрос. Ну, что называется снять запрос? Это понять, в чем же задача стоит, почему, собственно, запрашивается такой тренинг. Понятно, что он может быть связан с падением продаж, но также нужно поговорить с самим заказчиком и желательно поговорить с самими участниками тренинга, потому что ситуация может быть совершенно иной. То есть продажи, вы знаете, что на продажи может влиять не только сами компетенции и знания менеджеров по продажам, но и также внутренние организационные процессы, которые есть в организации. Это может быть низкая мотивация участников, вернее, менеджеров по продажам. Это может быть работа самого руководителя, которая каким-то образом построена не так, как положено. Это может быть процессы, которые выстроены, которые не позволяют им увеличить эти продажи. И поэтому важно тренеру понять, где же есть пробелы, в чем они заключаются. Именно когда мы говорим про продажи, начиная от установления контакта до завершения сделки, в каком месте происходит именно сбой, и обучить именно этому навыку менеджеров по продажам. Потому что чаще всего, когда мы приходим в отдел продаж, многие менеджеры по продажам имеют хороший опыт, знают, как это продавать, но они не понимают, где действительно у них происходит вот этот сбой. Скорее всего, это может быть завершение сделки неправильно оформляется, либо связано это с процессами, либо с мотивацией сотрудников, ну и так далее. То есть просто так проводить тренинг, как некий тренажер, смысла никакого нет. Да, понятно, действительно, правильно вы сказали, в чем боль руководителя и заказчика, и понять потребность, понять ситуацию. И, как правило, возникает, иногда бывает так, что мы отказываем заказчикам, потому что мы говорим о том, что, извините, у вас проблема, собственно, не в этом заключается. Вам не нужен тренинг по продажам, вам нужно менять менеджера начальника отдела продаж, либо вам нужно поменять процессы, в которых невозможно продавать, ну там, 10 клиентов на менеджера, потому что договора где-то у вас застревают у юристов или еще что-то там происходит. То есть сам процесс построен недолжным образом. Поэтому менеджер, работа бизнес-тренера еще заключается в том, чтобы понять лучший опыт. Иногда это так бывает. Мы приходим и снимаем лучший опыт лучшего сотрудника, формируем некий навык, понимаем, в чем заключается его лучший опыт, и потом его же переводим в некое упражнение, из упражнения формируем некий навык. То есть это такая очень длительная работа. Точно, монологическая речь, здесь все понятно. Широкие стратегии. Иногда мы выступаем массовиком-затейником, иногда мы выступаем очень серьезным экспертом, иногда мы выступаем модератором, мы говорим, фасилитатором и так далее. То есть чем больше, чем шире будет ваш спектр тренинг-стралий, тем лучше для вас. Инструментально компетентен. Надеюсь, тоже все понятно, да? Насколько владеет инструментами проведения разминок, проведения различных упражнений, командной работы, ролевых игр, кейсов, фасилитации и так далее, и так далее, что он может использовать. И чем больше у него будет инструментов, тем интереснее, тем вовлеченнее будут участники. Навыки проектирования тренинга, само собой. То есть некоторые считают, что тренер – это тот человек, который, собственно, пришел с презентации и рассказал. На самом деле за ним идет очень огромная работа, проектирование тренинга. И это очень достаточно трудоемкая работа, и творческая, можно сказать, даже работа. Ну и что еще здесь важно выделить? Концептуализация структурирования информации. То есть если вы не умеете структурировать информацию, то с этим будут сложности. Информации очень много. Например, готовясь к тренингу по лидерству – эта тема очень широкая. Ваша задача – все это концептуализировать, привести в некий порядок и выбрать только то, что вы хотели бы дать этим людям, в зависимости, опять-таки, от запроса вашего заказчика. Ну и навык поддерживающей, развивающей интерпретации – это что такое? Это умение поддерживать участников и говорить «молодцы, ребята, здорово», то есть хвалить их, постоянно поддерживать эту групповую динамику, работать с ней. Ну и при этом, если кто-то из участников высказывает с не совсем понятным языком для других участников, то развивать, ну то есть интерпретировать его язык в понятный язык и добавлять что-то из того, что сказал, например, кто-то из участников, его мнение. Вот. Ну, это очень коротко. Очень коротко, чтобы не утомлять вас. Постарался так вот рассказать. Если есть что-то добавить, или коллеги, может быть, комментарий какой-то, либо вопрос. Смотрите, если говорить с точки зрения компетенции, которую мы здесь вам обозначили, это понятно, что НИСИ на первой инстанции, что называется, да, это одна из точек зрения, но она создана на основе такого достаточно хорошего опыта. Как мы уже говорили о том, что тренер – это на сегодняшний день такая интегральная профессия. Почему с разных профессий приходят тренерства? Вот в бытность, когда тренинги начинались, ну, можно сказать, там, в Казахстане, да, либо в целом на постсоветском пространстве, у психологов было такое достаточно ревностное отношение. Ну, вот я точно помню, когда мы учились на психологическом факультете, нам чуть ли не наказывали, говорили, что тренинги могут вести только психологи, у которых есть высшее образование. И почему такая была история? Потому что, ну, сами по себе тренинги вышли из психологии. То есть первые Т-группы – это те группы, да, тренинговые группы, это проводили психологи, ну, где-то в середине 20-го столетия. Поэтому тренинговые группы считались, ну, в отчине такой психологов только. И, ну, например, в 90-х годах, я точно помню, тогда было такое точно ортодоксальное отношение, что тренинги – это все, только психологи. Если кто-то там на эту, ну, туда идет, то тогда говорили так, ты не имеешь права проводить тренинги. В начале 2000-х годов уже тренингами начали заниматься люди, которые, ну, со смежных, так скажем, да, там специальностей, социологи, где-то педагогические специальности и так далее. Но в целом уже бизнес тоже начал развиваться вот в этой семье. Сейчас таких ограничений, потому что в профессиональной мере, уже нет. Уже есть понятие, вот как бы мы говорим, тренинги как активная форма поведения, активные методы. Поэтому, как я и уже говорил, как мы уже говорили, тренинги – это такая интегральная профессия, в которую можно заходить практически с любой профессией, научиться можно, но при этом обладать определенными навыками. То есть тренер, который не обладает там навыками коммуникации, либо тренер, у которого с монологической речью есть проблемы, либо тренер, который не может чувствовать группу, который не может справляться с групповой динамикой, скорее всего, это будет тренер не совсем эффективным. Вот с этой точки зрения и данный мастер-класс, и те модули тренингов, которые мы в целом предлагаем, это как раз-таки направлено на то, чтобы развивать эти компетенции. Эти компетенции можно развивать, им можно научиться, вот если говорить короткая компетенция. Спасибо. Спасибо. И, коллеги, вот подводя итог вот этому слайду, хотелось бы сказать, вот для того, чтобы стать бизнес-тренером, по сути, что нужно иметь? Сейчас для того, чтобы стать бизнес-тренером, важно для вас иметь, ну, хорошо было бы иметь некую экспертизу в определенной теме. Например, вы являетесь менеджером по продажам, знаете все по продажам. Либо вы эксперт являетесь, ну, там, в теме астрологии, даже так, да? Вы являетесь экспертом, я не знаю, в теме физической подготовки, или еще чего. То есть можно быть экспертом в самых разных темах, в теме маркетинга, в теме менеджмента и так далее. Если у вас есть экспертиза, это здорово. Почему я про это говорю? Потому что следующее, вот то, что мы предлагаем совместную программу «Корпоративный тренер 2.0», она заключается раз в том, что мы даем технологии, технологии работы с группой, технологии проектирования тренинга, технологии ведения тренинга и так далее. То есть, по сути, те компетенции, которые мы сейчас с вами обсудили, это есть некий каркас, на который вы накладываете некое мясо. Ну, если так сказать, мясо – это ваша экспертиза, извините, мясо – это ваша экспертиза, а технология – это некий каркас. Важно понимать, насколько я готов работать с людьми, насколько я внимателен к людям, насколько я вообще, как сказать, повернут к людям, насколько я люблю людей, насколько я готов с ними взаимодействовать. Потому что работа бизнес-тренера – это все-таки про людей. И если в человеке этого нет, ну, как бы ему… Да, он может работать бизнес-тренером, но это, наверное, будет для него такой немножко обузы. Вот, собственно, мы немножко вас утомили, и я хотел бы сейчас с вами немножко еще поактивничать. Что вам нужно сделать? Вам нужно digital training, формат онлайн. Да, мы чуть позже сейчас, после этой активности, обязательно про это расскажем. Что вам нужно сделать? Вам нужно взять мобильный телефон, включить в приложение QR-код, сканировать. Если у вас нет такой возможности, ну, там, допустим, не установлен QR-код, вам это сложно сделать сейчас. И на этом нужно ответить на вопрос, что может дать вам профессия бизнес-тренера. Там есть три. Три пункта, то есть, первое, второе, третье. Что вам может дать профессия бизнес-тренера? Пожалуйста, ответьте для себя. Что по-вашему может это дать? Всем ли понятно, что мы делаем? Если непонятно, пожалуйста, включайте звук. Мы с вами создадим такое небольшое облако тегов. Да, Ролан говорит плюс. Друзья, всем ли понятно, что мы делаем? Мы вас не сильно утомили своими разговорами. Вроде все понятно, спасибо. Отлично. Я просто не вижу, что вы отвечаете пока. Нет, Иркан, не сюда немножко. Смотрите, вам нужно сканировать QR-код, либо зайти на сайт minty.com. Ну все, поняли, да? Да, коллеги, еще раз, кому непонятно, я пока остановлю демонстрацию и покажу, что у нас здесь получается. Мы с вами вот в таком, в реальном режиме времени отвечаем на вопрос, что может дать вам профессия бизнес-тренера. И вот мы видим на экране, что для кого-то это самоактуализация, для кого-то это передача компетенций, для кого-то публичность, для кого-то передача опыта, свободный график, вдохновение, выполнение своей миссии. И те слова, которые у нас будут совпадать, скорее всего, у некоторых участников, они будут совпадать, они будут более, ну так сказать, больше, да, они будут да, для кого, кому непонятно, вы можете зайти на сайт minti.com и набрать вот этот код, и у вас выйдет вот такое окошечко с тремя запросами, вернее, с тремя пунктами, где вы можете ответить на вопрос, что может дать вам профессия бизнес-тренера. Пока мы видим, что ответило всего шесть человек, остальные ушли либо в спячку, либо не понимают, что мы делаем. Пожалуйста, не уходите в спячку, мы вас долго не будем, у нас еще есть полчаса, нам еще нужно успеть вам рассказать про нашу программу. Анна обещает сделать небольшой бонус для тех, кто для тех, кто запишется на программу. Да, мы видим, что здесь прямо явно выделена публичность и знания, это означает, что ни один человек выделил для себя, ни один участник выделил для себя публичность и знания, то есть где-то идет совпадение. Так, дополняю. Свободный график, передача связи, контакты, общение, передача опыта. Ну, можно я задам вопрос тебе, Иван, как ты думаешь, что тебе дает профессия бизнес-тренера? Мне что дает? Ну, наверное, да, один из главных вещей, что в тренерстве нет, ну, например, нет одинаковых тренингов, нет одинаковых проектов. Это постоянное развитие, это постоянная растяжка, и для того, чтобы успешно реализовать проект, это нужно быть все время на авангарде, можно сказать. И в этом смысле такая вот самая большая польза, то есть невозможно не читать статьи, не читать книги, не общаться с коллегами, не знать главных трендах. Это одно из самых главных. Да, это точно. Даже если ты очень ленивый, тебе придется это делать. Некуда деваться уже. Это круто. Мне очень понравился твой ответ, потому что на самом деле так оно и есть. Вот коллеги действительно бывает так, что ты хочешь, наверное, если ты работаешь на какой-то другой работе, у тебя бывает зона комфорта, который ты там поймал, и там работаешь, какой-то период, тебя там никто не дергает, ты уже все знаешь, но в тренерстве всегда все новое. Каждый раз у тебя новый заказчик, новый тренинг, и даже тот тренинг, который ты проводишь в десятый раз на эту тему, верно, он для тебя новый, потому что группы могут быть другими, тематика может быть немножко другая. В другом зале ты можешь проводить тренинг, в конце концов, в другом городе можешь проводить тренинг, ну и так далее. То есть в любом случае это всегда что-то новое и всегда какие-то новые знания. Для себя, что бы я хотел сказать, для меня, наверное, это самореализация, вот оно здесь тоже как-то выделено больше всего, реализовать свои какие-то способности, возможности. вот и наверное такая свобода, свобода в принятии решений, свобода в том, что ты работаешь сам на себя, это прям, не буду добавлять романтизма в этой работе, но так или иначе она вот привлекает тем, что ты становишься свободным, но свободным в чем? От начальства свободным, когда над тобой нет начальник, но не свободен от своего графика, потому что если у тебя есть график, в котором ты забронировал заранее за полгода вперед с заказчиком и вдруг чьет день рождения, тебе надо ехать куда-то, даже иногда бывают похороны, к сожалению, но договоренность есть, есть договор, надо ехать, и вот, к сожалению, на какие-то мероприятия мы пропускаем, в особенности выходные дни, в этом есть какой-то определенный минус, но зато в будние дни ты предоставлен иногда сам себе, и у тебя есть возможность это догнать. Вот, ответило 10 человек, я думаю, что на этом, наверное, стоит остановиться, мне, я очень признателен, что вы отвечаете, вы делитесь, круто, у кого-то звук включен, и он мешает немножко, у кого? Самореализация, развитие себя, вдохновение, это классно, что на первом месте не стоит заработок, я думал, кто-то подумает, что тренер, для него самое главное, это профессия, большой заработок, есть заработки, неплохие заработки, если вы работаете очень эффективно, если вы работаете на свое имя, но это здорово, что в нашей аудитории большая часть людей выбрала, большая часть участников выбрала для себя самореализацию, развитие себя, вдохновение, это очень круто, спасибо вам большое. И мы давайте перейдем к, собственно, к самой программе, немножко расскажем, если вам интересно, в чем же заключается суть программы. Собственно, программа называется «Корпоративный тренер 2.0». Почему корпоративный тренер? Наверное, потому что в большей степени запрашивали у нас именно корпоративные тренеры. Но также в этой программе могут участвовать и те, кто хочет стать фриланс-тренером, то есть свободным тренером. Программа состоит из четырех модулей. Четыре модуля – это, как правило, если мы говорим про оффлайн, то это по два дня каждый модуль. Если мы говорим про онлайн, то это будет четыре дня по полдня. Четыре дня по полдня. то есть два дня подряд это, например, вторник и среда у нас получили. Потом на следующую неделю также с 7 до 10 вечера еще два дня. То есть вот таким образом происходит один модуль. Того четыре дня по три часа вот это один модуль. Таких модулей у нас четыре. основная особенность этой программы заключается в том, что по итогам этой программы вы защищаете свой авторский тренинг. То есть вы определяетесь темой, на какую тему вы будете готовить тренинг. И четвертый модуль посвящен полностью защите тренингов и работы. Значит, что мы рассматриваем в первом модуле? В первом модуле у нас вопрос про то, что такое тренинг, чем он отличается от других видов деятельности, других видов смежных профессий, других форм обучения. Как нужно начинать тренинг, с чего его нужно начинать. Театр начинается с вешалки, а тренинг с чего начинается. И как ты начнешь тренинг, так, собственно, и его закончишь. Поэтому важно начинать правильно тренинг. Дальше вопросы про компетенции тренера. Прям подробно разбираем, какими компетенциями должен обладать. Мы вам привели только часть этих компетенций, их гораздо больше. Дальше говорим про предтренинговую работу и посттренинговую работу. Оказывается, в работе тренера не только сам тренинг очень важен, но есть предтренинговая работа, сам тренинг и посттренинговая работа. Как раз про это говорим. Ну и про формирование навыка и некий цикл колба, который должен присутствовать в проектировании тренинга, обязательно про него говорим. Дальше. Второй модуль полностью посвящен презентационным навыкам и инструментарии тренера. То есть мы, в принципе, разбираем один из важных навыков – это умение выступать публично, при этом выступать в аудитории, где всего три человека или несколько тысяч. Нам, как бизнес-тренером, очень часто приходится выступать не только на аудитории 20-30 человек, но и участвовать в различных форумах, конференциях, где есть несколько тысяч человек. И у нас есть опыт, которым мы можем поделиться. Дальше про групповую динамику мы вам уже говорили. Что означает? Будем разбирать групповую динамику, основные элементы тренинга и, самое главное, методы и формы обучения, формы работы в тренинге, то есть как проводится мини-лекция, как проводятся ролевые игры, кейсы, фасилитационные техники и так далее, разминки, ну и развитие тренинга, там тоже как бонусная такая составляющая. Третий модуль полностью посвящен проектированию, то есть как проектируется упражнение, как проектируется сам модуль тренинговый, как часть тренинга, да, и сам тренинг, если он однодневный, двухдневный и так далее. И самое главное, если это тренинговая программа, тоже, если она состоит из длительного курса, как она проектируется, ну и, соответственно, как мы работаем в онлайн-тренинге, чем отличается онлайн-тренинг от оффлайн-тренинга, это уже добавлено буквально после пандемии, этот блок отдельно, мы тут учим, как работать с платформами различными, там, допустим, Zoom, Mira, Trello, Padlet и так далее. Ну и тренерские стили, у каждого из нас есть свой характер, свои компетенции, вернее, свой характер и свой, так скажем, свой стиль работы, как его правильно использовать в работе с участниками, как правильно его преподносить, исходя из вашего характера, вашего темперамента, точнее. Ну и четвертый модуль полностью посвящен защите проектов, как я вам говорил, защита проводится, то есть вы представляете на 40 минут свой тренинговый проект, и каждый определяется своей темой самостоятельно, то есть если вы эксперты в этой теме, выбираете тему тренинга, накладываете ту технологию, которую мы вам дали, и у вас получается свой авторский тренинг, который будет абсолютно уникальным. Наше обучение прошли на протяжении трех лет самые разные участники, среди них преподаватели вузов, кандидаты наук, профессора. Вот что для нас было удивительно, были предприниматели, были и бизнес-тренеры, и те люди, которые вообще впервые сталкивались с этой темой, так или иначе, не скажу, что, ну там, все, всех я вижу на рынке, что они занимаются именно как тренеры, для кого-то это отдельный толчок в жизни, какие-то новые компетенции, для кого-то это прям путь в бизнес-тренерство, и многие из нас сейчас, ну, многие из наших участников тренингов, они сейчас работают на рынке, я вижу, имеют определенные результаты. Это вот, ну, без всякого там похвальства, могу сказать, ну, это реально так и есть. Вот, друзья, собственно, то, что мы хотели рассказать про программу, какие у вас есть вопросы по самой программе, пожалуйста, задавайте. Да, мне кажется, на некоторые вопросы уже мы ответы дали, вот в ходе презентации Кайсара, например, Роан спрашивала, как можно создавать тренинговую программу свою личную, и на самом деле, ну, можем сказать, что третий модуль как раз-таки направлен на то, чтобы на создание собственной программы, ну, начиная с первого модуля, мы рассказываем о структуре тренинга, что в него входит, и итогом, ну, например, четвертый модуль – это итог того, что вы создали, своего продукта. И я уже ранее говорил о том, что профессия тренера сложна именно тем, что практически, по сути, можно сказать, каждый проект, каждый новый проект, это ты создаешь, ну, если не говорить с нуля, но, по крайней мере, кастомизируешь под запрос потребителя. Понятно, что есть, скорее всего, некая стандартная программа, но обычно, ну, вот в моем случае тренинговая программа очень часто меняется до 50% на изначальный какой-нибудь свой вариант, если говорить с этой точки зрения. Можно вопрос? Здравствуйте. Можно начать обучение, допустим, пропустить первый модуль и начинать со второго модуля? Да, я не увидел, кто задал этот вопрос. Гаухар зовут меня. Гаухар, очень приятно. Смотрите, мы не рекомендуем начинать со второго модуля. Почему? Потому что вы заметили, да, что первый тренинг, первый модуль начинается именно с начала тренинга, то есть как его правильно начинать, компетенции тренера, притренинговая, посттренинговая работа, она так или иначе, как бы, должна присутствовать в вашей работе. Не рекомендуем. Но в нашей практике и такое было, но было очень сложно потом для других участников. Поэтому рекомендуем вам все-таки начинать с первого модуля. Также есть возможность, но есть возможность какая? Например, пройти только один модуль и не подписываться на всю программу. Такой есть формат. То есть вы можете попробовать, посмотреть и уже начать работать после первого модуля, практиковаться. А потом, если у вас по каким-то возможностям, по денежным, например, вопросам, вы не смогли сразу поучаствовать, дальше вы потом можете поучаствовать с другой группой. Если у нас будет вторая группа, мы обязательно это сделаем. Ну и, как я вам говорил, после первого модуля вы уже, в принципе, можете проводить тренинги. То есть у вас уже будут какие-то знания, но они будут недостаточно глубокими, потому что все-таки желательно пройти второй и третий тренинг, третий модуль. Да, здесь вопрос. Еще есть вопрос, корея? Пока вы... Онлайн ли будет тренинг, да, тренинги будут... Этот тренинг мы планируем онлайн проводить. Вообще, конечно, мы хотели бы проводить его в оффлайне, но учитывая вот эту всю ситуацию, да, мы готовы его проводить в онлайн. И мы с Ерланом уже с февраля месяца очень активно проводим эти тренинги в онлайн формате. Не эти тренинги, а другие, да, тренинги. Этот формат тренинга онлайн будет еще впервые. Так, что еще? При обучении на платное вы получаете диплом повышения квалификации. Да, это все вот вам отвечает. Сейчас, Анна, старт запланирован 23-24 февраля с 7 до 10 вечера. И дальше, ровно через неделю, в следующий вторник и среду, то есть таким образом завершается первый модуль. Ну и дальше, следующие даты, там Анна тоже вам сообщит. Получается, раз в месяц у нас происходит один модуль. Почему раз в месяц? Для того, чтобы между модулями у вас была возможность попрактиковаться, попробовать набить шишки и прийти с какими-то вопросами на второй модуль, на третий модуль и так далее. После третьего модуля мы чуть больше времени даем, для того, чтобы вы успели подготовить свой авторский тренинг. Так, что еще? Какое количество часов будет в сертификате? Ну, смотрите, каждый сертификат – это по 16 часов. Итого это будет у нас сколько? 64, да? Четыре модуля. Это 64. Да, 64 часа. И там будут прописаны, в дипломе будут прописаны темы, прописаны будут темы, и будет прописана тема вашего тренинга, на который вы защитились. Да? Добрый вечер. С кем я не поздоровала, кто присоединился позднее, я как раз хотела ответить по поводу количества часов. Если вы не на платный, я прошу прощения, я там чуть ниже написала, если вы обучаетесь на полной программе, то вы получаете диплом о повышении квалификации, переквалификации. В дипломе будет указано 70 часов, так как у вас есть еще плюс защита. В общей сложности это около 70 часов. Так, у вас звук попал. Я? Не слышим вас, Анна. Анна, у вас со звуком что-то. Вот сейчас слышно. Да, я прошу прощения, у меня был звонок, просто я отключила. Так вот, при обучении, если вы берете полную программу, в дипломе у вас будет указано 70 академических часов. То есть мы в аудитории обучаемся в течение 64 часов, но так как у вас есть проработка домашних заданий и так далее, поэтому в дипломе будет указано 70 академических часов. Это будет диплом о повышении квалификации, когда вы приходите на полную программу на все 4 модуля. Если вы приходите только на один модуль, то это, соответственно, вам выдается только сертификат. В сертификате, как уже вам сказали, будет указано 16 академических часов. По поводу дат, я вам сейчас допишу. Может быть, еще какие-то вопросы будут по стоимости, тогда чуть позже. Коллеги, задавайте вопросы. Ну, скажите про бонус, который есть, Анна. У нас есть какой-то бонус? Я просто хотела прям на отличной ноте завершить в конце, но хорошо. Главный бонус для всех тех, кто сегодня участвовал. Если вы записываетесь на программу до завтрашнего вечера, то для вас будет 10% скидка. Для тех, кто записывается на программу... Опять самое главное. Взлука нету опять. Все слышно? Так вот, до завтрашнего вечера для вас будет бонусом скидка 10% только для участников мастер-класса. И те, кто записывается до 17 февраля включительно, скидка будет 5%. Полная стоимость программы составляет 245 тысяч тенге за 70 академических часов. Если вы покупаете только первый модуль... Не слышно. Это секретная информация. Сейчас появится. Нет, это не секретная информация. Прошу прощения, мне просто очень настойчиво кто-то названивает. Так как я сижу с телефоном, мне приходится постоянно отклонять. Так вот, если вы приходите на один только модуль, стоимость одного модуля составляет 75 тысяч тенге. То есть это 4 вечера, когда вы посещаете занятия. На 16 академических часов. Но потом, если вы решаете остаться на программу, вам будет пересчет на полную программу. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Я пока в чате прописываю все даты полного обучения на 4 модуля. Спасибо. Коллеги, друзья, мы в принципе... Все, что хотели сказать, вам, пожалуй, наверное, сказали. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. У нас есть еще немножко времени, минут 5-10. Мы можем с вами пообщаться. Вы можете нам поставить вопросы. Вы обещали ответить на те вопросы, которые мы вначале задавали. Я не могу пока озвучить. Вот Мирует задавала, как двигать себя как бизнес-тренер на рынке. Когда стало понятно, что стал бизнес-тренером, это Еркан задавал. Так, Индира, понимание, подходит ли мне бизнес-тренерство или мне нужно, и нужно ли это мне, да? Мне кажется, мы по ходу уже отвечали на многие вопросы. Но вот Гела, допустим, задал вопрос сохранения баланса между теорией и практикой. Вы знаете, вот как раз вот здесь очень часто есть такой подход, особенно от заказчиков. Они говорят, что 70% тренинга должна быть практикой, 30%. И вот когда такие требования ставят, мне, честно сказать, не всегда понятно, а как же будут мерить. То есть 70% ли было практики, 30% ли было теории. Но вы знаете, на моей практике было так, что однажды чуть ли не хронометраж сделали, представитель заказчика был на тренинге. И я потом просто на перерыв увидел, что есть табличка какая-то, на этой табличке указано упражнение или какая-то активность, время затраченное. И я потом понял, что такой хронометраж делается, потому что в тех заданиях четко было прописано, что там не менее 70% должно быть практика. И опять же могу обозначить, что, наверное, по определению, вот если говорить, я бы так не ставил бы задачу. Вот опять же, если вы являетесь представительным заказчика, то желательно было бы знать методологию проведения тренинга. Ну вот в частности, вот такая методология, которая называется цикл колба, в котором четко определяется, из чего же состоит модуль тренинга. И вот как раз таки, если в нем говорить, там теории как раз дается одна четверть. И вот, наверное, некоторые, но это одна четверть иногда может быть больше, чем четверть. Например, это может быть 30-40%, возможно, да. Но при этом вот этот баланс, наверное, нужно сохранить все-таки, что практики должно быть однозначно больше, чем теории. Ну, естественно, вот на что обозначить. Так, ну, сколько? Обычно мы еще, ну, вот отвечая на этот вопрос, обычно, ну, если мерить часами, ну, в часе, это обычно четверть часа, 15, может, максимум. Уходит на теорию. Как узнать, как двигать, как себя двигать, как бизнес-тренер на рынке? Ну, тут очень широкий вопрос, это прям отдельный модуль. Как мы двигаем себя? Я скажу так, секрет нашего бизнес-тренерства, наверное, больше заключается в сарафанном радио. То есть сарафанное радио, это означает, что если вы проводите очень качественные тренинги, если заказчик доволен и вы видите результаты, то вас точно кто-то порекомендует и обязательно позвонит и попросит там провести либо следующий тренинг, либо кто-то скажет, что я вот слышал от кого-то там и так далее. Вот все-таки, ну, главным секретом является это качественное проведение тренинга. Для того, чтобы проводить качественный тренинг, нужно все-таки обладать некими технологиями и знаниями в том, как работать с группой, как проекоментировать тренинг, как проводить тренинг и так далее. Конечно, для нас и таргетинг, и так далее, и соцсети, само собой. Но надо понимать, когда к вам придет заказчик и начнет с вами беседовать, если это не соответствует тому, что вы заявляли, то, соответственно, вы потеряете еще больше клиентов и спорта с ленч. Так, вопрос какой еще был? В этом смысле тренинг, вот то, что Кайсар сказал по поводу сарафанного радио, в этом смысле тренерство не отличается от любой другой профессии, где тоже рекомендуют, например, просто для этого нужно быть профессионалом и все, если говорить с этой точки зрения. Да, смотрите, коллеги, здесь вопрос задает Роуан, ведь онлайн все 2-4 дня, почему здесь всего 2 дня в феврале? Там дату указал немножко просто по месяца, но по идее первые 4 дня – это один модуль, вторые 4 дня – это второй модуль, ну и так далее. Да, там 23-24 февраля и 2-3 марта – это первый модуль. Так, еще какие вопросы здесь были? Просто у меня они вверх ушли уже, поэтому я тут не вижу, что еще, какой вопрос был. Ну, я думаю, остальные вопросы, они больше связаны, вот знаете, вот вопросы больше связаны с продвижением, и, ну, наверное, однозначно здесь на это ответить будет сложно, это уже вопрос тренинга самого. Так, коллеги, что еще хотели спросить? Прямо включите микрофон и задайте вопрос, у вас еще есть пару минуток. Не стесняйтесь, задавайте. Кайсар, можно вопрос? Получается, учеба начинается с 23-24 и завершение планируется на 4 июня, да? Каждый модуль по 4 дня, я верно поняла, или это разные группы? Да, все правильно. Нет, это все, каждый модуль это 4 дня, в одном дне это 3 часа, то есть с 7 до 10 вечера, по вечерам будут проводиться занятия в онлайне, если мы говорим про онлайн. И вот здесь вот Анна написала, да, что 23-24, 2-3 марта, то есть это буквально неделя между ними разница, и дальше между модулями она примерно где-то около месяца разница. Почему в 4 модуле идет сплошное 1, 2, 3, 4, потому что у нас будут защиты, и нам важно, чтобы эта цепочка не прерывалась, нам нужно, чтобы вы все на момент защитились и получили диплом. Понятно? Так, ну, если коллеги нет вопросов, то я предлагаю на этом тогда завершаться. Так, здесь вопрос. Я ввиду возраста здесь не более взрослым давать советы, сталкивались ли они с такой проблемой, вы говорили, и поделитесь о том, как убирать стресс и неуверенность в работе тренера. Вот если я вам задам вопрос, какой самый взрослый участник на моем тренинге участвовал? Как вы думаете, сколько ему лет было? 70. 70, кто больше? Вот 80, говорят, да, совершенно верно. Самый взрослый участник на моем тренинге был 80 лет. Это глава аграрно-кредитного, не аграрно-кредитного, а кредитного товарищества, достаточно такой активный, занимающийся спортом, участвовал в групповой работе, сам пришел и заплатил собственного карманового деньги. Два дня было у меня на тренинге по управлеческим навыкам. И вы знаете, вот никогда у вас не должно быть сомнений по тому, что вы можете давать рекомендации и совет таким людям, потому что эти люди пришли с пониманием того, что вы младше их. И никогда не поздно давать знания другим, ведь вы тоже, как сейчас взрослый человек, вот мне, допустим, за 40, я тоже получаю какие-то знания от молодых людей, я тоже у них учусь, и это нормально. Все мы учимся, и вне зависимости от того, в каком возрасте мы находимся. А по поводу того, как убирать стресс и неуверенность в работе тренера, это прямо отдельная тема. То есть я вот прямо сейчас вам щелчком сказал, как это сделать, и все, вы с этим простились. Это вот не тот вопрос, просто чтобы сейчас вам ответить на это. Да, спасибо большое вам, коллеги. Я говорю коллеги, надеюсь, вы будете нашими коллегами, и обязательно придете на наш курс. Буду очень рад видеть вас, мы с Ирланой будем очень рады вас видеть всех. Поэтому всем удачи и до новых встреч. Спасибо, всем всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошего вечера, спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...